Доброе утро! 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 его социализации с самых ранних лет. Поэтому сегодня на площадке при главном специалисте приглашены эксперты. Это те, кто в теме стандартов, протоколов введения больных, те, кто в теме международных разработок. Это Наталья Дмитриевна Букреева, это Евгений Владимирович Корень. Они нам сделают сообщение о современном движении, о современных направлениях, чтобы мы с вами это обсудили. Но я хотел немножко показать этапы вот в моем понимании. Мы развиваем службу, здравоохранение учится у регионов, здравоохранение учится иногда за рубежом, перенимая передовой опыт. Можно слайд включить, первый, Егор. И я так пытаюсь погрузить нас в 80-е, в 90-е годы, когда, может быть, об этом стали говорить. Можно, макушке, критерии качества, вопрос обеспечения качества помощи в детской психиатрии. Вот наша задача за сегодня. Обсудить эту тематику. Я бы очень хотел, чтобы фиксировано выступление, не фиксировано, но мы поняли, как мы движемся. Работа по стандартам и клиническим рекомендациям, которые сейчас адресованы обществу, стала еще более заформализована, стала еще сложнее. Вот когда еще работали 10 лет над стандартами и клиническими рекомендациями, я говорил, что человек 10 готовы сделать федеральные клинические рекомендации. Человек 10. Сегодня, мне кажется, нас стало еще меньше. Нас меньше и сложнее, потому что это такой трудоемкий, такой трудозатратный процесс, который вот, а что нам делать, как нам поступать. Специалистов все меньше, а там должно быть и технологии, разработка, понимание и, в принципе, в соответствии международным единым требованиям. Качество медицинской помощи еще Авидис Донна Бедьян определял в 80-е годы. Используется или определяется медицинской наукой, технологией с наибольшей пользой для здоровья человека без увеличения риска. Это такие уже общие европейские глобальные правила. И это одни из первых разработок в организации здравоохранения, что уровень качества, таким образом, это степень достижения вышеупомянутого баланса пользы и риска. И Донна Бедьяновские центры сейчас активно работают и развивают здравоохранение в передовых европейских странах. Есть центр Александра Жиро во Франции, в Париже, есть Сурьол в Барселоне, есть, по-моему, в Амстердаме, в Голландии. И один из профильных, содружественных нам институтов, вот Наталья Дмитриевна Букреева не даст соврать, ряд специалистов, молодых специалистов, экспертов по этому направлению, соответствующих подготовкой, они проходят стажировки в таких центрах, в том числе в Голландии, Амстердаме и так далее. И приезжая за рубежа, они начинают говорить на языке принятых международных стандартов и правил. Для тех, кто работает достаточно уже давно в психиатрии, сталкиваться с проблемой того, что А. это организация и у нас нет соответствующей подготовки, Б. это современный язык, в том числе уже близкий к цифровой информатизационной среде, и С. вообще что нам с этим делать, потому что у нас дефицит кадров, у нас дефицит ресурсов, экономический дефицит и так далее. В регионах в свое время, еще в 90-е годы, мы помним, что переходили, искали новую экономику, новую систему управления, развивали экономические стандарты, так называемые там СЭКи, новые были программы, новыми программами организации жили регионы Урала, Сибири, Центрального округа. И как правило, вот это было понятно, закладывали такие основные позиции полнота услуги предоставляемой. Это оценка качества, диагностики, лечения и реабилитации. Этим мы руководствуемся в принципе до сих пор, но все больше и больше заформализовывается этот предмет. И очень импонирует оценка состояния пациента на момент окончания лечения, качество помощи. И это становилось понятно теперь и таким органам, как специалисты ОМС, страховой медицины. И страна в тот период еще не прогнозировала, что будут регионы со страховой медициной, но мы вот погрузились еще и в ОМС среду. Министерство здравоохранения уже с начала 2000-х разрабатывала и шли такие дискуссии. На одной из конференций мы приводили эти критерии. И смотрите, как это все трансформируется. Это идет новая технология, новый смысл. Это событийные, смысловые, временные, результативные. Совокупность свойств, характеризующих медицинские технологии, результат их выполнения, подверждающие соответствие медицинской помощи современному уровню медицинской науки. По современному уровню медицинской науки должна соответствовать детской психиатрии, а также технологиям. Но это все-таки, извините, технологии немножко другие, диагностические, лечебные, реабилитационные, но и также по требностям самого пациента. Качество, совокупность свойств, характеризующих медицинские технологии, результаты выполнения, подтверждающих соответствие медицинской помощи современному уровню медицинской науки и технологии по требностям пациента. Я сознательно поставил 15-й год, потому что это в Минздраве мы слушали такие доклады, это уходило как в разработку соответствующего приказа. Не все это вошло, не все это на нас обрушилось, но это все были предвестниками того, что будут новые условия, требования, задания по качеству помощи. Критерии. Временные для остроты состояния взрослой психиатрии, детская, кардиология, хирургия, все отрабатываете, специалисты закладывают временные критерии. Процессуальный, процесс диагностический, лечебный, мероприятие, и необходимый минимум оказания помощи. Профилактизирующая, это профилактика побочных эффектов, патогенетического лечения, профилактика возможных осложнений. Есть необходимость разрабатывать в лечении и профилактические мероприятия, вы знаете, с учетом комплекса наших фарм-средств. Временные индикаторы качества позволяют оценить оптимальность организации работы, лечебно-диагностического процесса в виде точной оценки времени, которая затрачивается на реализацию диагностической и лечебной манипуляции. И после всех этих дискуссий, обсуждений со всем профессиональным сообществом здравоохранения, всех специальностей, Минюстом уже был зарегистрирован приказ Минздрава 10 мая 2017 года, номер 203-Н. Если вы его не знаете, то плохо. Самые передовые руководители, конечно, знают, но практик, наверное, не знают, что это, в общем-то, прописаны определенные процедуры и нам приказано руководствоваться в соответствии с федеральным законодательством утвердить критерии оценки качества медицинской помощи согласно приложению. И, как пример, я, перед тем, как передать слово, я выскочила с презентацией, Егор, можно вернуть последний слайд? Там речь идет об амбулаторном участке. И, в общем, то, что сегодня говорилось, это и приемы, и ведение медицинской документации. Кто знает этот приказ, безусловно, вы знаете, что там есть позиции реамбулатории стационара. А в том числе, перед тем, как передать слово Наталье Дмитриевне, я хотел сказать, что для нас становится понятно, что же от нас ведомства хочет. Первичный осмотр пациента, установление предварительного диагноза, не случайно сегодня Снежнецкого вспоминал я, формирование плана обследования пациента, плана лечения при первичном осмотре и установление клинического диагноза в соответствии со стандартами медицинской помощи. А стандартов у нас все меньше и меньше. И разработать их все сложнее и сложнее. И министерство раньше это вписывало в полномочия внештатных специалистов нас с вами. Теперь это отнесено к юрисдикции практически общества российского психиатрического. И мы при своем участии, при кадровом дефиците и перегрузке пытаемся это формировать. Но я бы хотел все-таки послушать мнение наших экспертов в этой части. И не сомневаюсь, что они дополнят сказанное выше. И как нам двигаться в дальнейшей перспективе. Потому что первое. Меня очень, очень беспокоит это то, что в детской психиатрии жонглируют диагнозы. Потому что вот у нас и в докладах это звучало. Да, хорошо ВК. Да, хорошо обследование. Да, мы при расстройствах аутистического спектра говорили и согласовали с Минздравом соответствующий приказ, что все-таки перед переходом во взрослую группу нужно очередное ВК. Но первое. Все должны понимать, что расстройства аутистического спектра ряды синдромов не трансформируются в шизофрению. Ошибочно полагать, что расстройства аутистического спектра эквифенальной шизофрении это совершенно разные состояния. И самое, что плачевное, будь то умственная отсталость, будь то органика, будь то какие-то эмоциональные, аффективные, почему-то в амбулаторной карте участка каждый специалист норовит написать свое мнение и установить свой диагноз. Вот я выступаю в профессиональной среде против диагностического произвола. Это должны понимать все руководители, что не должно быть диагностического произвола, начиная с детского возраста. Нельзя постоянно менять ребенку диагноз. Собирайте ВК. Самых квалифицированных специалистов, для того, чтобы диагноз у ребенка был установлен, и он шел с ним продолжительный период. Если это какая-то психогенная травма, это отдельный фрагмент. Но если ребенок органик, значит подтвердите эту органику. Если ребенок с ядерной формой шизофрении, соответствуйте международной классификации болезни, и у вас и психологи, и психиатры должны подтвердить, что все критерии мы соблюдаем. И шага влево, шага вправо нет. А у нас до сих пор, с советского и постсоветского периода, идет произвол диагностический. Этот диагностический произвол, я чувствую, больше всего именно в детской психиатрии. Одно дело, это взрослый пациент. Там уже понятно, там просто многократные стационирования в больницу. И там же, исходя из ее традиции, советской психиатрической школы описывали форму, тип течения. Там что-то было между МКБ-8, МКБ-9, еще до МКБ-10 не все перешли, хотя уже вот у нас 11-е на нас обрушится. А у ребенка это все. У ребенка в карту и невролог напишет свое, и психиатр свое, и учреждения, где у вас есть амбулаторный участок, есть стационар, пишут совершенно произвольно несогласованную диагностику, потому что специалист считает так. И он ответственен. Во-первых, он несет определенную правовую ответственность, не только перед этим ребенком, и перед руководителем. А второе, иногда ведь психиатрические диагнозы очень сложно снять. Мы даже сегодня вот слышали такую тенденцию, что ребенку нужно установить диагноз. Не нужно всегда это. Да вы не спешите с диагностикой в детстве. Вот вы когда уже уверены, вы выходите на эту диагностику. Вчера в пленарной части мы говорили о том, что шла тенденция гипердиагностики умственной отсталости. У нас все больше и больше нарастало, извините, олигофрена. Почему? Да потому что гипердиагностика. Пока вот на последние 15 лет с каждой вот такой большой трибуны мы не говорили. Учите специалистов, учите кадры. Есть задержки развития, есть ороганика, есть олигофреноподобное состояние, есть специфика социализации. Олигофрении в чистом виде, качественной и количественной, как описывала Сухарева, но нету в таких количествах. И мы видим тенденции, когда мы занимаемся с профессиональным сообществом, все-таки изменение диагностического процесса. Это в качестве диагностики. И второе, это, конечно, наше лечение. Ох уж каждый старается и свой диагноз подтвердить, и свою терапию назначить. До сих пор идут несогласованные препараты, до сих пор идут нерекомендованные в детстве. Фарм-производитель снимает ответственность перед назначением препаратов в детстве. У вас ребенок 6-7 лет, идет там в Респалепт, в Респиридон и так далее. И все это назначается активно и в достаточно больших дозах. Вчера Анна Анатольевна показала, что происходит в ДДИ. Коллеги, полипрагмазия недопустима в детском возрасте, до 2-3 нейролептиков, но где вас учили этому? Какие вы такие курсы закончили, что должно быть назначена масса препаратов? Первое, не навреди с диагнозом. Второе, не навреди с терапией. Потому что отдаленные последствия, социальные, медицинские и физические для этого ребенка могут оказаться плачевными. И дети наши, это не игрушка, нельзя с ними так заниматься и так работать, назначая много для того, чтобы достигнуть какой-то эффект. или назначать много из того, что я знаю, что нужно назначать. И идут и антидепрессанты, и антипсихотики, и транквилизаторы, и чего мы только не назначаем. Есть учреждения, которые мягко осуществляют коррекцию, и учреждения, в которых специалисты подготовлены, ну я бы так сказал, по западной модели. И все-таки тогда это психотерапия, это семейная, групповая психотерапия, это занятие семьей без поспешного диагноза и без поспешного назначения комплекса препаратов, которые, в принципе, иногда и не рекомендованы. Может быть, щадящий такой терапевтический подход правильный, если ребенок не в психозе. Но если у вас он отсталый, и рубрика без нарушения поведения, почему вы ему назначаете аминозин? На всякий случай, чтобы не возбудился. Да он не возбуждался последние 5 лет. Но ему это назначено в медицинской карте. А у нас с вами надзорных органов сколько? Краевой надзор, федеральный надзор, прокурорский надзор, уполномоченные по правам человека, они привлекают специалистов. Наша организационно-методическая работа, мы выезжаем в регионы и смотрим. Мы оказываем помощь, но иногда мы же смотрим, что там происходит. И почему-то в детском возрасте, на мой взгляд, можно говорить о проблемах диагностического и терапевтического произвола. Я выступаю категорически против. Нельзя так поступать с детьми в нашей службе. Спасибо. Наталье Дмитриевне, пожалуйста, представляю слово. Уважаемые коллеги, в своем выступлении мне хотелось бы в какой-то степени систематизировать ваше представление о том, для чего нужны все те стандарты, клинические рекомендации про протоколы и прочее, о чем говорил Евгений Вадимович. И каким образом это увязано с системой обеспечения и контроля качества. Потому что качество в настоящее время это по существу то, к чему мы стремимся во всех областях медицинской науки. И не только медицинской науки. Что подразумевается под качеством в федеральном законе номер 323, который определяет основы охраны здоровья граждан. Вы видите на экране это своевременность оказания медицинской помощи, это правильный выбор медицинских технологий по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации пациентов и степень соответствия достигнутого результата запланированного результата. Это то, что понимаем под качеством в представлении нашего министерства, чьим нормативным документом мы следуем. для того, что говоря о качестве и говоря о имеющихся нормативных документах, мы прежде всего сталкиваемся с чем в процессе нашей работы? С тем, что нас контролируют. Какой существует контроль? Это экспертиза качества медицинской помощи, которая обеспечивается либо в виде государственной экспертизы качества, либо ведомственной экспертизы качества. И она регламентирована 64 статьей того же 323 закона. В ней выделяется несколько частей. Так вот, в части 4, как вы видите, здесь сказано о том, что качество медицинской помощи, вернее, экспертиза медицинской помощи, экспертиза качества медицинской помощи, процитирую, имеется в виду за исключением помощи это кроме ОМС, то есть о нас идет речь, о бюджетных организациях, осуществляется в соответствии с порядком определенным министерством здравоохранения на основе критериев оценки качества медицинской помощи, утвержденных в соответствии с частью 2 настоящей статьи. Данная позиция 4 пункта статьи 64 вступает в действие только в 2022 году. В настоящее время у нас идет период подготовительный, переходный для того, чтобы мы создали необходимые инструменты для того, чтобы этот пункт 64 статьи мы могли бы реализовать. Если говорить о внутренней, извините, если говорить о внутреннем контроле качества, то есть о контроле качества внутри медицинской организации, то здесь в настоящее время ситуация значительно изменилась. В предыдущие годы уже даже после выхода 203Н приказа в 2017 году, который установили критерии качества и по своевременности оказания, и по требованиям состояния пациента на момент окончания лечения, что изложено в приложениях, тем не менее, существовали начатки какого-то порядка, тем не менее, сама система оценки качества внутри организации регламентировалась только локальными актами, то есть приказами, разработанными внутри каждой конкретной медицинской организации. Начиная с сентября 2019 года, после утверждения и регистрации приказа номер 381, он представлен на слайде на экране, речь идет о создании единой системы, федеральной системы, единой для всех медицинских организаций по порядку проведения внутреннего контроля качества. Он регламентирован 381 приказом, который вы должны прекрасно знать и ему следовать. В основе выполнения 381 приказа лежит то, что вся медицинская, качественная медицинская помощь оказывается в соответствии с порядками медицинской помощи на основе клинических рекомендаций с учетом стандартов и с учетом критериев качества медицинской помощи. Все эти критерии здесь, это первое положение данного приказа, оно вынесено на экран. Что же такое, что же из себя представляют все эти критерии, стандарты, порядки, клинические рекомендации, чем они являются для нас. Напоминаю вам ту старую схему, которую я не раз показывала в своих лекциях, о том, из чего, что определяет качество. Качество определяет структура, процесс и результат. Не хочу повторяться и особенно застревать на их характеристиках, вы это прекрасно все знаете. Это структура, это кадры, материально-техническая база, лекарственное обеспечение, подготовка кадров и так далее. Что является инструментом, который регулирует структуру? Это порядки оказания медицинской помощи. У нас их несколько. Это порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. Приказ номер 566-Н, который недавно был актуализирован, то есть сокращены стандарты оснащения в значительной степени. В течение последних трех лет мы бьемся с министерством в отношении того, чтобы была утверждена новая актуализированная версия порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, который уже был однажды согласован со всеми департаментами и передан в наш профильный департамент, так как в нем он находится в течение года. И по независимым от нас обстоятельствам до настоящего времени он, к сожалению, не принят. Он более подробный, чем 566-Н и предусматривает правила организации деятельности, стандарты оснащения и рекомендуемые штатные нормативы для значительно большего количества подразделений, о чем ходатайствовали все субъекты Российской Федерации. У нас имеется такая большая подборка пожеланий на этот счет. Кроме этого, существует порядок оказания наркологической помощи и существует порядок производства судебно-психиатрической экспертизы. В отличие от двух предыдущих порядков, порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы содержит не только требования к организации деятельности того или иного структурного подразделения, но он содержит в себе и объемы и виды медицинских работ и услуг, которые необходимы при проведении судебно-психиатрической экспертизы. С чем это связано? Обычные порядки оказания медицинской помощи, они предусматривают кроме себя еще целый комплекс документов, в частности и стандарты, и клинические рекомендации, которые с нозологических позиций подходят к характеристике того или иного заболевания для того, чтобы прописать и диагностику, и лечение, и реабилитацию конкретного пациента. В отношении судебно-психиатрической экспертизы этот принцип неприменим, потому что судебно-психиатрическая экспертиза, если вы знаете протокол введения больных судебно-психиатрической экспертизы, утвержденный Министерством здравоохранения еще в 2005 году и в дальнейшем актуализированный, утвержденный сообществом на съезде РОП, то вы знаете о том, что принцип построения протокола ведения больных ситуационный. Если там нозологический, то здесь ситуация. И вот этот ситуационный принцип, он отражен в самом порядке проведения судебно-психиатрической экспертизы. Поэтому при проведении внутреннего контроля внутри организации на основании 381 приказа, на основании закона 323 и его статей 64-90, которые регламентируют внутренний контроль, мы отмечаем, что в судебно-психиатрических экспертных подразделениях контроль качества строится не на указанных приказах, а он опирается на закон 323, но в то же время он использует не клинические рекомендации, не 203 закон, не 203 приказ под законный акт, а он использует порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы, потому что именно там прописаны объемы и виды медицинских услуг и работ, которые необходимы при проведении судебно-психиатрической экспертизы. Следующее это процесс. Процесс это те технологии, которые мы осуществляем при диагностике, лечении, реабилитации и профилактике психических расстройств. Чем они регламентируются? Они регламентируются клиническими рекомендациями. И чем регламентируются результаты? Результаты регламентируются критериями качества. Так вот, клиническим рекомендациям придается в настоящее время самое большое значение со стороны не только министерства нашего, но и правительства в целом. О клинических рекомендациях говорится в указе президента. Вы видите, я специально подчеркнула, что в том числе внедрение клинических рекомендаций является необходимым условием национальной стратегии до 2024 года. Следующий важный документ, который регламентирует внедрение клинических рекомендаций, это федеральный проект о завершении строительства национальных центров, в котором в том числе является наш центр, и там тоже внедрение клинических рекомендаций является одним из важных положений. Не буду подробно на этом останавливаться, а напомню вам все-таки те изменения, которые произошли в 323-м законе об основах охраны здоровья граждан. Какие статьи для нас важны в первую очередь? В первую очередь нам важно то, что определяет вообще медицинскую помощь, на чем она основывается. И здесь мы можем говорить о том, этот закон по существу, прописывать, что такое клинические рекомендации. Вы, я не буду зачитывать, можете посмотреть на экране. И надо сказать, что 37-я статья этого закона, которая в предыдущей версии читалась как то, что вся медицинская помощь основывается на порядках и стандартах оказания медицинской помощи, то в настоящее время 37-я статья приобретает значительно более широкое значение. И говорит это о том, что медицинская помощь основывается и на основе положения о данном виде оказания помощи и на основании порядков оказания помощи, и на основании клинических рекомендаций с учетом стандартов медицинской помощи, а также по критериям, оценивается по критериям качества закрепленных, уже упомянутым неоднократно, приказом номер 203-Н. Такое большое внимание клиническим рекомендациям позволяет нам рассмотреть, какое же место среди всех этих инструментов обеспечения качества психиатрической помощи, и не только психиатрической, наркологической помощи, любой другой помощи, играют клинические рекомендации. Как видите на данной схеме, что клинические рекомендации, так сказать, играют центровую роль. Они связаны со всеми другими инструментами обеспечения качества и с порядками через правила организации и деятельности этих подразделений и медицинских организаций через стандарты оснащений, через рекомендуемые штатные нормативы. Они связаны со стандартами оказания медицинской помощи, они связаны со всеми другими нормативными документами, которые работают в настоящее время. И видя эту схему, мы можем с вами очень четко увидеть то, что если раньше, довольно длительный период, а мы с Евгением Вадимовичем начали заниматься проблемами обеспечения качества инструментами этого процесса, начиная где-то с 99-го, а я еще раньше, потому что у меня еще даже докторская была защищена на такую же тему, а Евгений Вадимович еще и в Екатеринбурге занимался этой проблемой, то есть он в своем докладе об этом отметил. Но тем не менее, какой-то единой системы и вертикали какой-то в системе качества, в оценке системы качества не существовало. Сейчас правительство и министерство в том числе наше стремится эту вертикаль выстроить. Выстроить вертикаль при оценке качества, а значит стремиться и к его обеспечению. Вся нормативная база на сегодняшний день для этого процесса обеспечена. Но продолжается становление такой важной отрасли в этом деле как разработка клинических рекомендаций. Потому что до настоящего времени достаточно четкого представления о том, какими должны быть клинические рекомендации. Вот здесь присутствуют мои коллеги, которые участвовали в тех семинарах, которые проводил экспертный совет по разработке таких нормативных документов о сотрудниках, которых говорил Евгений Вадимович, что это люди прошедшие обучение в Голландии и так далее. Это специалисты, которые имеют не конкретную медицинскую специальность, они организаторы здравоохранения. И у них несколько иной подход, чем у нас к разработке таких документов. Поэтому совершенно верно. Хочется помягче сказать просто об этом. у них нет единого понятия, как это должно делаться. Потому что у меня был прописан один порядок, исходя из их же презентаций, как они себе представляют, как будут строиться клинические рекомендации. Выпущены приказы. Сейчас я вам покажу весь комплекс этих приказов, на основании которых все эти приказы, на основании которых должны разрабатываться клинические рекомендации. Основной из них это приказ 103Н, который регламентирует порядок разработки клинических рекомендаций просто пошагово. и приказ об утверждении научно-практического совета, который будет утверждать по существу, рассматривать и рекомендовать к утверждению те клинические рекомендации, которые члены профессионального некоммерческого сообщества разработают. Но невзирая на то, что этот порядок выстроен, и в приказе 103, простите, он закреплен, тем не менее уже на сегодняшний день порядок подачи документов и порядок рассмотрения проектов клинических рекомендаций уже изменился. И вот эти изменения, они, конечно, в значительной степени усложняют работу по разработке проектов этих нормативных документов. Но тем не менее, в чем же заключается новизна того, что в настоящее время делается по поводу клинических рекомендаций. Во-первых, если раньше клинические рекомендации разрабатывались обычно научными учреждениями, и это входило в уставную деятельность научных учреждений, в частности нашего центра, то в настоящее время из уставной деятельности национальных центров и вообще научно-исследовательских институтов разработка нормативных актов подобного рода, как клинические рекомендации, стандарты, порядки исключено. Это предполагается передано членам сообществ, профессиональных некоммерческих, то есть в нашем случае это российское общество психиатров, которое объединяет практически психиатров всей страны. Однако то, что утверждали российское общество, то, что утверждало российское общество психиатров на своих пленумах или съездах те нормативные документы, они затем рассматривались министерством на соответствие определенным требованиям для включения в рубрикатор и для присвоения таким клиническим рекомендациям статуса федеральных. У нас было 15 таких федеральных клинических рекомендаций. И я в этом году проводил, мы в этом году проводили, извините за якорь, мы проводили в этом году мониторинг, собирали мнения специалистов по поводу того, как работают вот эти старые клинические рекомендации, как работают стандарты медицинской помощи, порядки и так далее. Написали большой аналитический отчет. Так вот, самое главное, что мы услышали от конкретных людей, которые не стеснялись рассказывать свое мнение, по поводу стандартов они могли высказать конкретные замечания. главным образом такое, убрать такую-то позицию из стандарта, то или иное обследование, потому что по поводу лекарственных назначений каких-то замечаний особых не было, а вот по поводу полноты диагностического обследования или лекарственных методов лечения, тут такие замечания были и все они были направлены на исключение. В отношении клинических рекомендаций было сказано коротко и не одним специалистом. Такое общее мнение сформировано, что уважаемые коллеги, конечно, хорошо иметь представление о последних достижениях науки, но, пожалуйста, учитывайте наши фактические возможности. И это действительно так. Мы знаем о тех фактических возможностях, которые есть в наших медицинских организациях. у нас 45 курируемых территорий. В процессе подготовки тех или иных отчетов мы получаем хотя они, конечно, приглашены. И везде отчетно, что все назначения соответствуют клиническим рекомендациям, что везде сохраняется принцип преемственности и подтверждается этой историей болезнями и амбулаторными картами о том, что действительно назначения более-менее одни и те же. Тем не менее, при расспросе врачей понимаешь, смотрю историю болезни, в хорошее служба стараются товарищи, смотришь историю болезни, действительно у них правильное назначение, правильный подход, но при этом спрашиваешь, а что вы можете сказать о клинических рекомендациях? А ничего. Почему-то из сознания наших коллег требований этих нормативных актов, либо они настолько для них понятны и ассимилированными ими, что не рассматриваются как нормативный документ, либо они просто не считают нужным как-то это дело запоминать, потому что считать, что им никто не рассказывал про клинические рекомендации, я не могу. У них в плане обучения персонала все это отмечено, я не думаю, что это выдумка. То есть у нас не существует, не создано, а нам надо это создавать. Должное отношение к тем регламентирующим требованиям, которые есть. Я не призываю вас слепо следовать по проторенной дорожке в узком коридоре, но тем не менее учитывать те материалы, которые предоставляются, а ведь клинические рекомендации даются не для чего-то либо, а только для того, чтобы облегчить вам принятие решения по диагностике, лечению и реабилитации пациента. Это основная роль. Вот я специально здесь сделала такой слайд, где у меня выделены роли того или иного документа. Так вот, ой, извините. Михаиловна, почему, наверное, мне помочь вернуться? А, вот, все, поняла, поняла, поняла. Не поняла. Вот. Не сбили бы. Здесь указана роль каждого документа. и вы можете увидеть, что что-то существует для построения вообще структуры службы, структуры медицинской организации. Что-то является основой для расчета тарифов на медицинские услуги. А вот клинические рекомендации, они нужны для того, чтобы вы могли принимать правильные решения. И если стандарты в большей степени теперь будут нужны, у нас пока для этого служили стандарты, но сейчас они передвигаются несколько в другую нишу. Они становятся только заготовкой для расчета тарифов, для определения стоимости медицинской помощи. А все оставляя, что должно быть описано, должно было бы найти свое отражение в клинических рекомендациях. И это было бы неплохо, если бы технически это возможно было выполнить именно так, как нам кажется правильным. Но условия разработки клинических рекомендаций, я думаю, что мои коллеги расскажут подробнее, Владимир Евгеньевич наверное расскажет о том, что за требования установки клинических рекомендаций, чтобы я тут долго вас не занимала. Но если очень коротко, то только мультидисциплинарные, вернее, мультицентровые исследования могут служить основанием для включения и обязательно каждая рекомендация должна подтверждаться цитатой из такого исследования. Я несколько утрирую, но суть в этом. И поэтому я хотела бы сказать, что те условия, в которых мы оказались в настоящее время, с одной стороны будут способствовать тому, что мы будем более дисциплинированными и что у нас будут продолжаться развиваться такие нормативные документы, которые будут способствовать расширению нашего кругозора клинического и облегчению выбора необходимой тактики введения пациента. Особенно бы это было важно для детских клинических рекомендаций, потому что именно разработчики детских клинических рекомендаций находятся в самых сложных условиях. по причине того, что ни исследований, на которые можно было бы сослаться, ни медикаментов, разрешенных к использованию в детском возрасте, мы с вами в большом количестве назвать не сможем. А опираться на это каким-то образом нужно. Естественно, мы не можем заменить их какими-то собственными наработками, потому что это не будет соответствовать тем шкалам достоверности и доказательности, которые требуют от нас вот этот экспертный совет, экспертный центр по разработке таких нормативных документов. Однако, я думаю, что эти вопросы преодолимы. И хорошо, что поставлена проблема. Если есть поставленная четко суммулированная проблема, то будут находиться и пути решения. Другое дело, нам еще, кроме того, что написать эти клинические рекомендации, нам нужно идеологам этого процесса объяснить и донести до них особенности нашей патологии. Для того, чтобы те клинические рекомендации, которые разрабатываются членами российского общества психиатров, действительно могли приносить реальную пользу. Потому что они должны учитывать действительно новые научные исследования. но они должны опираться все-таки и на те возможности медицинских организаций, которые реально существуют в настоящее время, и которые только своими пожеланиями мы не изменим. Когда мы только начинали разрабатывать стандарты, а стандарты разрабатывали ведь не врачи, которые работают на конкретном рабочем месте, а научные сотрудники, которые знают как надо. И они говорили, нет, мы напишем как надо, пусть так и делают. А теперь, когда проехали по стране и посмотрели, в каких условиях работают наши коллеги, то я думаю, что их позиция стала более критичной. Хочу показать, какие настоящие, да, какой порядок сейчас направление министерства определяет перечень клинических рекомендаций, которые должны разрабатываться, вывешивается перечень, вывешивается перечень, вот в данном случае он представлен, тех клинических рекомендаций, которые подлежат первоочередному, первоочередной разработке, вот здесь перечень по психиатрии и наркологии. Затем в течение месяца мы должны представить в министерство уведомления общества должно представить уведомления о том, за какие клинические рекомендации мы беремся. Вот перечень тех клинических рекомендаций, за которые Российское общество психиатров взялось. После того, дается 4 месяца на подготовку этих проектов, после чего они должны вывешиваться на сайте РОПа для изучения. С 15 ноября по настоящее время, вот сегодня мы вывесили омственную отсталость взрослых, подготовленную нашими коллегами из Санкт-Петербурга, и вывешены уже, ну, практически все заявленные клинические рекомендации, кроме тех, что дорабатываются, в том числе клинические рекомендации по детской шизофрении и ряд других, кроме тех, по поводу которых мы написали уведомления, кроме этого, разрабатываются в таком самостоятельном что ли поиске и другие клинические рекомендации, не столь ограниченные вот этими предъявленными сроками. После того, как в течение месяца клинические рекомендации будут на сайте, а мы просим вас всех выйти на сайт, посмотрите эти клинические рекомендации, сделать свои замечания и предложения, мы доработаем, и они будут направлены в министерство, в научно-практический совет, который будет рассматривать представленные проекты для того, чтобы принять решение, нуждаются они в доработке, не нуждаются они в доработке. Если нуждаются в доработке, то связывают нас с экспертным центром по разработке таких нормативных документов. после того, как уже принято решение, что да, вот эти документы могут быть утверждены, его направляют на утверждение в непрофессиональное сообщество, в профессиональное некоммерческое сообщество. И уже профессиональное некоммерческое сообщество по рекомендации министерства утверждает данный документ. Вот такой порядок в продвижении этого документа, вот такова его суть этого документа и таково его место. В общем, в пуле документов, регламентирующих и обеспечивающих качество оказания медицинской помощи. Спасибо за внимание. Спасибо, Наталья. Спасибо. Коллеги, слово для доклада, сообщения о клинических рекомендациях и современной практике в детской психиатрии, ведущей научный сотрудник Московского НИИ психиатрии отделения клиника патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии Евгений Владимирович Корень. Я только прошу коллеги, Евгений Владимирович, если вы захотите такое большое сообщение делать, я вас прошу немножко компактнее, нам надо закрыть конференцию. И мне бы хотелось еще, чтобы мы переговорили с Санкт-Петербургом, регионы, которые есть заявленные выступления на эту тему. И нам еще надо закрыть конференцию после того, как мы уйдем из защищенного контура. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Надеюсь, что у меня не работает. Я прежде всего хотел бы начать с того, что мне кажется конференция может быть оценена как весьма успешная, и это показывает интерес людей, и то количество собравшихся, которые к концу уже остались. Это прежде всего. Второй момент, конечно, я очень благодарен Наталье Дмитриевне, потому что она обозначила сложность проблемы, которая перед нами стоит, и ее противоречивость, и мне в этом приятно, что пригласил, как Юрий Вадимович меня назвал экспертом в этой области, и действительно, я вхожу в ряд так называемых Таскфорс и различных международных организаций, которые занимаются разработкой клинических рекомендаций международных. Ну, помимо этого, также участвую в разработке клинических рекомендаций в нашей стране. Значит, и поэтому, мне кажется, для того, чтобы мы правильно подошли к решению этого противоречивого вопроса, как было заявлено, мне кажется, очень важно посмотреть на несколько моментов, которые, собственно говоря, ценны, для того, чтобы мы понимали, то, как обстоят дела в общем-то детской психиатрии нашей, потому что, если мы говорим о проблемах детской психиатрии, то, прежде всего, мы должны говорить о кризисе детской психиатрии, это не кризис нашей отечественной психиатрии, только лишь, это кризис мировой, он касается американской психиатрии, европейской психиатрии, он имеет массу аспектов, В том числе один из аспектов касается разрыва так называемого гэпа между научными достижениями реальной клинической практикой. Есть и другие моменты. Например, я думаю, что вам будет интересно, что совсем недавно даже французские детские психиатры издали своеобразный манифест, посвященный тому, что да, мы приверженцы доказательного подхода, потому что французам были достаточно большие претензии, потому что они в частности до сих пор сохранили свою классификацию психических болезней. То есть у них две классификации, французская и 10. То есть они пытаются вот эти свои национальные особенности как-то удерживать. Вы знаете, что у них традиционно очень серьезные позиции занимают психоанализ. Так вот, я хотел бы начать с того, чтобы выделить один из, мне кажется, важных аспектов кризиса, который имеет отношение к нашей стране. Я бы назвал это кризисом ментальности. И вот на данном слайде представлены как раз основные методические подходы в детской психиатрии, разработанные Арестом Дмитриевичем Сосюкало. И если мы внимательно посмотрим на все эти параметры, которые здесь отражены на слайде, то мы с печалью заметим, что практически все они в очень малой степени реализуются в современной практике. И это очень печально, потому что один из самых главных моментов, он в частности касается структурно-динамического подхода к диагностике и оценки динамики, кстати говоря, и терапии в том числе. И, конечно, это очень большая потеря ментальная, и она заставляет задуматься нас о том, почему это все происходит, почему выросло поколение и уже не одно врачей, которые, им фамилия, допустим, Сосюкало, она незнакомая, которые, так где-то очень приблизительно вспоминают про Сухареву. И это, я говорю, не с кондака, а это реально результат общения с молодыми нашими коллегами, с детскими психиатрами. И это очень печально, и об этом тоже стоит думать, потому что мы, по сути говоря, потеряли очень серьезный пласт отечественной детской психиатрии, и, конечно, это все корреспондирует с тем, что вообще в мире это известно, что 80% симптоматики не используются в практике психиатров, то есть мы сами себя ограничили, обрезали. Вот, и это как раз тоже созвучно со мной, с тем, что говорил Евгений Вадимович в отношении проблем диагностики, но, тем не менее, это факт. Поэтому, мне кажется, вот эта печальная констатация, она нам важна для общего понимания того, как нам решить главную проблему, проблему повышения качества помощи. Вот, сейчас, прошу прощения. Что-то у нас, видите, у нас задержка. Ну, собственно говоря, поскольку времени мало, я не буду подробно останавливаться на специфике детской психиатрии, просто отмечу, что, конечно, вот по этому слайду мы видим, что она касается всего практически. Специфики выявлений, диагностики, лечения, реабилитации, профилактики. И очень важная составляющая детской психиатрии тоже, о которой практически забывают, это то, что как раз ее яркой спецификой является сочетание симптоматики психопатологической с симптомами нарушения развития. Нужно быть, код направлять. Я не могу пройти мимо также того, чтобы у нас, как бы, подойти к основной теме нашего обсуждения, для того, чтобы какие-то параметры, тоже практически важные, того, что называют постмодернистской реальностью детской психиатрии, обозначить. И мы видим, что здесь очень серьезно стоят проблемы, которые касаются роста диагностики различных психических расстройств. И зачастую эта диагностика в разы, собственно говоря, колеблется. И то, что, в общем-то, есть разные данные по распространенности психических заболеваний в детском возрасте, это иногда доходит до абсурда, когда говорят о цифрах 80% и 69%. И реальные проблемы существуют, которые касаются сопоставимости классификации. Для нас это тоже очень важно, потому что вот здесь приведен пример с соответствием КБ-10 и ДСМ-4. Но сейчас, как мы знаем, американцы приняли в 2013 году классификацию ДСМ-5, и на ее основе делается как раз классификация значительной степени МКБ-11. Поэтому это то, что нас ждет. Ну, кроме всего прочего, опять же, я не буду этого касаться, но это очень важный момент, связанный с преподаванием, с изменением системы обучения детской психиатрии. И то, что касается очень серьезной проблемы, как раз связанной напрямую с темой моего выступления, это проблема психитризации, так называемой, медикализации возрастных проблем у детей. Если более точечно говорить, опять же, каждый из представленных здесь позиций, она может являться темой отдельного, так сказать, лекционного выступления. И действительно, здесь можно говорить очень долго, и каждый из этих пунктов очень важен, поэтому я, собственно говоря, их оставляю как констатацию для вас. Но несколько моментов я бы все-таки выделил. Первый момент, он касается того, что для меня кажется очень важным, это то, что касается проблемы коморбидности. Потому что это очень важное и ключевое звено в отношении того, что связано с разработкой клинических рекомендаций того, как нам поступать. Потому что мы долго относились к этой проблеме, как в значительной степени надуманной, имели для этого достаточно серьезные основания. И опять же говорю, что может быть имеет смысл даже отдельно нам при ближайшей встрече поговорить о проблеме коморбидности детской психиатрии. Но тем не менее, мы видим, что здесь достаточно много такой копулист проблем. И если говорить обобщая это все, то самое важное, что является характеристикой детской психиатрии, это то, что как раз в детской психиатрии типично все атипично. И поэтому вот это вот как раз дополнительные сложности создают психиатрии так, где выделяется среди медицинских специальностей, а плюс еще детской психиатрии, где типично все атипично. Это тоже, в общем, конечно, очень серьезно создает нагрузку для нас, чтобы решить вот эту вот головоломную противоречивую задачу разработки клинических рекомендаций. К вопросу о диагнозах, о диагностике. Мы достаточно давно уже подготовили статью на эту тему. Она опубликована. Те, кто захочет, это достаточно обширная статья. Те, кто захочет, может почитать. Но мы видим, что здесь достаточно большая специфика у нас есть в плане диагностики психических заболеваний. И я тоже на этом, собственно говоря, не буду останавливаться сейчас подробно. Единственный момент, который, может быть, чуть предвосхищаю, но я все-таки скажу, что, помимо всего прочего, имеется так называемая региональная специфика постановки диагноза. То есть в некоторых регионах разница в постановке диагноза, она тоже колеблется в разы. То есть в одних регионах как бы нет какого-то расстройства, а в каких-то регионах он десятки раз выше. В свое время тоже была опубликована эта статья Меделевичем на основании статистических данных. И, в общем, это тоже показывает то реальное положение вещей в плане диагностики, которую мы, собственно говоря, не можем игнорировать. Так что вот такое короткое вступление в отношении бэкграунда. И теперь несколько слов по поводу доказательной медицины и того, что, собственно говоря, с ней связано и как это понимать. И важно в данном аспекте говорить о том и предостеречь вас всех от того, что сейчас уже реально начинает происходить. Что начинается с жонглирования так называемой доказательной медицины. Она превращается в определенную жутку. В основном это превращается теми людьми, которые больше говорят о психиатрии, чем занимаются реальными клиническими проблемами. Но, тем не менее, здесь вот такая вот опасность реальная существует. И мы это, в общем, неоднократно видим на различных конференциях. Но, тем не менее, доказательная медицина, она пришла на смену такой клинической практике устоявшейся, которая была. И, в свою очередь, необходимость ее появления тоже была обусловлена достаточно серьезными проблемами психиатрии, которые начались еще в 50-е годы. И, собственно говоря, толчком к развитию доказательной медицины послужила первая классификация ДСМ-3, где, наконец-то, появились четкие критерии для диагностики. Соответственно, основанием этого были разработаны шкалы. И началась возможность научного использования, проведения клинических исследований. Вот. Так что здесь важно подчеркивается, опять, очень важно, что речь также идет о правильной методологии. И в продолжении того, о чем я говорил, вот, что как раз то, что касается доказательной медицины, вы видите, что... Вот я специально такую взял подборку. Это не означает, что я негативно отношусь к доказательной медицине. Но вы видите, что здесь далеко все не так однозначно. Вот. И, значит, здесь очень много, так сказать, проблем. И, в частности, здесь вы можете увидеть цитату Финштейна, одного из основателей доказательной медицины. Вот. И мы видим, что здесь как раз очень много, так сказать, сложностей возникает, на которых я, к сожалению, в силу отсутствия времени тоже не могу подробно останавливаться. Но в продолжении этого, значит, хочу обратить внимание также на тоже одну из цитат, значит, Сакета. Это тоже один из основоположников доказательной медицины. И мы видим, что здесь как раз, как никто лучше, они понимали те опасности и проблемы, которые возникают с использованием доказательной медицины. И что здесь не может быть какого-то, вот, опять же, попрощение, повторюсь, в жупел или какого-то догматического следования этому. Потому что это, собственно говоря, приводит к очень серьезным проблемам. Но, тем не менее, прогресс не остановить. И мы должны, в общем-то, безусловно, опираться на доказательную медицину. Здесь, собственно говоря, быть не может никаких возражений. Еще одно важное положение, оно касается, собственно говоря, того, что, как оценивается доказательная медицина, потому что это распространенное заглуждение, широко распространенное заглуждение существующее, что мы должны отталкиваться от результатов исследований, что это должно быть правильно проведенное исследование, вот, и мы должны отталкиваться от их результатов. На самом деле доказательная медицина, она не касается результатов. Она оценивает дизайн проведения исследований. Это очень важно, опять же, для нас в плане того, что, опять же, чуть-чуть забегая вперед, что мы можем в своей практике давать не только положительные рекомендации, что мы рекомендуем вот такой-то препарат или такой-то вид лечения, но и отрицательные рекомендации, что мы не рекомендуем то-то, то-то и то-то, что тоже очень важно. Вот, значит, теперь то, что касается, опять же, ну, это все известно в отношении того, что есть определенные уровни ростоверности, есть уровни убедительности, это все отлажено методологически очень хорошо, есть целые, так сказать, системные механизмы, которые работают и все такое. Здесь очень важно обращать внимание на то, что речь идет о, в первую очередь, о качественном анализе. И вы видите, что здесь есть и другие... Сейчас перескочу. Ладно, я не буду возвращаться, потому что можно запутаться, в общем-то, в перескоках. Значит, что я еще хочу сказать, вот перед тем, как дальше мы пойдем, уже более предметно в отношении детской психиатрии. Значит, доказательная медицина, она апеллирует к тому, чтобы не было систематических ошибок. То есть вот это очень важно, то, что называется, другими словами, биос. То есть вот это как раз самая большая проблема, которую, собственно говоря, вся эта методология, целая машинерия, которая создана в доказательной медицине, она старается избежать. То есть чтобы избежать именно систематических ошибок. А случайные ошибки, они допустимы, и они оправдываются, потому что случайные ошибки, они как статистическая погрешность. Они могут в одну сторону, в другую склоняться. А вот то, что касается систематических ошибок, вот это очень серьезная проблема. И мы знаем, что здесь, к сожалению, не раз мы с этим сталкивались на практике, когда продвигали тот или иной препарат, там, или еще что-то. И мы видим, что здесь как бы результаты подгоняются под заранее загаданные, так сказать, сценарии. Вот. Значит, теперь ближе к каким-то конкретным областям детской психиатрии. Значит, то, что касается диагностики. Ну, к сожалению, действительно так это произошло, что, в общем-то, такой болезненный переход, он состоялся. Вот. И это действительно скорее отражает прогресс и продвижение, даже является необходимым требованием. Но, тем не менее, здесь, вот, видите, через зное я вам показываю, что все далеко не так линейно, далеко не так однозначно. Что здесь только лишь опираясь на доказательный подход, мы проблемы, собственно говоря, можем и не решить. И что здесь большую роль играет и клинический опыт. То, что касается доказательного подхода в детской психиатрии в отношении лечения. Здесь тоже я не стал, как бы, достаточно много на эту тему, значит, не стал говорить, потому что, ну, здесь есть несколько важных моментов. Они, опять же, достаточно наглядные. Это проблема эффективности старых препаратов и их рассмотрения в контексте, опять же, доказательного подхода. И эта проблема, она очень мировая, потому что и в FDA, это американская организация, которая отвечает, как раз занимается контролем качество помощи Food Drug Administration, так называемое, европейское агентство, они широко подняли этот вопрос, как же так. Старые препараты, аминазин, галлоперидол, амитриптилин, они разрешены к применению, там, допустим, с трехлетнего возраста. Некоторые препараты даже с года разрешены. Вот. А новые препараты, значит, они, вот, как бы сказать, имеют очень серьезные, зачастую, сложности для того, чтобы быть утвержденными, что это требует, там, достаточно серьезных процедур и так далее. То есть есть явный определенный перекос. Вот. И одновременно с этим есть еще и накопление всяких данных о том, что, скажем, там, какие-то препараты не работают. Как бы доказательные данные. Вот. Почему я говорю как бы доказательные? Потому что зачастую доходят до абсурда. Я даже, в общем-то, в свою бытность, значит, зональным представителем детской секции Всемирной психиатрической ассоциации оборолся с тем, например, что по клиническим рекомендациям, которые существуют, все антидепрессанты, они достаточно равнозначны. Нам нужно 6-8 недель для того, чтобы оценить эффективность. И это очень странно, когда мы имеем дело с тяжелыми, скажем, депрессиями, с психотическими симптомами, с суицидальными тенденциями. Почему мы должны ждать и назначать серотонин энергетический антидепрессант? Почему мы сразу не можем назначить, значит, трициклик, тот же амитрептилин? И при том, что пытались назначать, это касается и практики, скажем, 6-й больницы бывшей, в центре Сухарева, когда мы пытались назначать более легкие препараты серотонин энергетические, они не работали. А когда мы назначали там кломепрамин, скажем, он работал. То есть, вот эта вот, опять же, практика, которую имеет каждый доктор, она имеет и свои положительные стороны, и отрицательные. Потому что я вам говорю, что есть региональная специфика, и она касается и назначения препаратов в том числе. Вот. Ну, проблема оценки эффективности Наталья Дмитриевна здесь уже нам помогла очень сильно. И, опять же, то, что касается доказательного подхода в отношении лечения. Я нашел достаточно интересные данные, что всего лишь 12% психических расстройств, ну, правда, это касается ДСМ-10, в смысле, ДСМ-4, но ситуация не сильно, я думаю, поменялась, что только 12% психических расстройств имеют доказательную базу для лечения. То есть, вы представляете, что, собственно говоря, это можно ставить крест совершенно спокойно на разработке клинических рекомендаций в том виде, в котором, как бы, так сказать, нас хотят этого апологета доказательной медицины. Вот. И вторая проблема, она крайне актуальна для детской психиатрии, это проблема, опять же, офф-лэйбл. Я о ней чуть-чуть побольше поговорю попозже, но вы видите, что здесь тоже сумасшедший совершенно процент больных. Вот. И это, как мне кажется, одна из ключевых вообще проблем. Значит, я думаю, что сейчас я пропущу то, что касается упоминаний по поводу полипрагмазии, по поводу того, что связано с эффективностью вообще препаратов. И в качестве примера я привожу как раз ситуацию с амитрептилином, потому что результат исследований, опять же, основанных на доказательном подходе, показал, что амитрептилин не работает. Хотя, опять же, это вступает в прямую противоречие с тем, что он работает. Понимаете? То есть, вот это, опять же, возникает очень серьезная проблема. Объяснения, возможно, у нас есть. Я сейчас не буду на это тратить время. Вот. Но, мне кажется, они, так сказать, достаточно убедительны, откуда и почему это берется. Вот. И в продолжение этому тоже достаточно наглядный пример, который вот показывает, что достаточно серьезно, ну, даже не достаточно серьезный, а серьезнейший анализ, мета-анализы, проведенный в отношении большинства антидепрессантов в детской практике, мы видим, что доказательную базу, вот, и, значит, официальные, по сути говоря, показания для использования, они есть только у препарата, который называется флоксетин. При том, что, опять же, это специфика наша, отечественная, и мы ее дорожим спецификой, что иногда действительно флоксетин обладает будоражащим действием на больных, и недаром поднимался этот вопрос о том, что могут повышаться суицидальные риски. Но это тема тоже другого выступления, но, тем не менее, могу вам сказать, опять же, что мы не должны быть такими, как бы сказать, ригидными в отношении своих убеждений, и на Западе достаточно широко используется флоксетин, причем он официально разрешен с очень раннего возраста, с 8 лет разрешен, скажем, в Соединенных Штатах. И у большинства этих пациентов, у них как раз обходится без того, чтобы будоражить пациентов. Вот, следующий аспект, он касается того, что связано с психосоциальными вмешательствами. Здесь тоже достаточно много, в общем, скорее негативно коннотированных всяких данных, поэтому я тоже на этом не буду останавливаться. Но есть, конечно, и то, что за пределами, в общем-то, современного понимания, это то, что касается вот этой бытовавших представлений о некой последовательности, что сначала мы лечим, только потом занимаемся реабилитацией. Сейчас, слава богу, это меняется. Но мы, опять же, входим в зону, связанную с клиническими рекомендациями, потому что обязательным разделом является психосоциальное вмешательство и реабилитация. И вот мы видим, что в детской психиатрии у нас очень-очень слабо разработан этот раздел. Это вот как раз в продолжении того, что есть. И то, что касается трудностей, и то, что касается невозможности переноса исследований на взрослых. Вот. И все такое. Значит, и теперь несколько слов, как бы, таких, подводящих нас к тому, как же все-таки решать проблему, и что мы реально имеем, я хотел бы сказать в отношении опыта проведения федеральных телеконсультаций. Мы с апреля провели 46 консультаций. Это достаточно много. И это заставляет нас вспомнить о том, что психиатрия делится на две неравные половины. Несмотря на то, что большинство расстройств начинается в детском возрасте, больше половины. Но не менее, в общем-то, основной удар, в общем-то, на проведение этих телеконсультаций выпал на мои плечи Татьяны Анатольевны Куприяновой. Вот. Так что мы этот удар держим, но что важно, потому что мы через этот опыт можем посмотреть, что мы реально, как на срезе, можем оценить, что мы имеем в плане того, что, опять же, соотносится с основной нашей проблемой, обсуждаемой с проблемой клинических рекомендаций. Мы видим, что основные группы расстройств, они, в общем-то, как раз те, которые запрашиваются. Это расстройства аутистического спектра, это проблемы, связанные с АКР, с биполярным расстройством, с умственной отсталостью и с шизотипическим расстройством. Вот это основной костяк тех проблем, с которыми к нам обращаются. Основные проблемы терапии, они связаны с частой сменой терапии, с недостаточными дозировками, с полипрагмазией, к сожалению, и с офф-лейбл назначением. Зачастую даже врачи не знают о том, что они назначают офф-лейбл. Так что эта тема как бы стоит. Отдельно стоит проблема того, что связано с ядрогенной, как мы бы это назвали, вторичной резистентностью к терапии. Это как раз связано с проблемой длительной, когда назначается несколько препаратов, когда не пересматриваются подходы. И, собственно говоря, возникают дополнительные проблемы, которые зачастую достаточно трудно разрешаемы. Но, опять же, актуализируя нас в отношении клинических рекомендаций, значит, обязательным разделом в большинстве клинических рекомендаций, мировых, является то, то, что начальная терапия, она должна носить не медикаментозный характер. Это касается и СДВГ, это касается и обсессивно-компульсивного расстройства, это касается и нарушений поведения. И тоже наш собственный опыт поезда по интернатам, он показал, что вот это, собственно говоря, колоссальная проблема, что люди даже не имеют представления о когнитивно-поведенческой терапии, которая зачастую значительно лучше помогает пациентам, чем, значит, назначение, особенно в качестве препарата первого выбора, сразу азолептина, допустим. Но я это не обсуждаю, потому что это за гранью понимания, но, тем не менее, такая практика. Так вот, что касается, собственно говоря, проблемы. Проблема заключается в том, что 80, примерно, процентов, как мы проанализировали, обращений в плане проведения этих федеральных телеконсультаций, это достаточно типовые ошибки, и они касаются и диагностики, и лечения, и вполне, так сказать, ну, как бы, такая курабельная могла бы быть история. На самом деле, если бы врачи знали какие-то элементарные, так сказать, составляющие, опять же, связанные с тем, что Наталья Дмитриевна говорила, что по идее должны знать информацию о клинических рекомендациях и о том, как это все прописывается, потому что основная эта идея, она крайне правильная. Эта идея касается того, чтобы отсечь заведомо неправильные методы подхода к лечению, по крайней мере, на данном этапе. Вот хотя бы такую задачу минимума должна стоять. Вот. Но здесь еще уместно вспомнить и о том, что, поскольку все бьют тревогу в отношении клинических рекомендаций, все это признают, даже сотрудники Минздрава в наших многочисленных совещаниях, они это признают и официально, и неофициально, что действительно крайне низкий уровень доказательности детской психиатрии, совершенно непонятно, как, в общем-то, эти рекомендации делать. Вот. И должен сказать, что это понимается и во всем мире, и есть такое движение, оно уже набирает силу, это движение, называется Real World Practice, то есть это реальная клиническая практика. И почему, собственно говоря, это движение возникло? Потому что даже, если это хорошо спланированное исследование, которое касается лечения, там, эффективности препарата и его безопасности, то есть огромная куча нюансов, связанных с тем, что это не, так сказать, нарративная, так называемая, выборка, что не берутся, там, допустим, острые состояния, что есть больные, есть, там, перечень противопоказаний для включения в исследование. И это не касается и проблемы поддерживающей терапии, где практически нету, очень мало даже исследований вообще, там, любого уровня доказательности, потому что в основном все исследования в массе своей, они касаются шок-терн, так называемой, эффективности, то есть краткосрочной эффективности препарата. Вот. Сколько вам еще времени? У нас идет телемост, мы еще бертилисты, и мы хотим послушать, что они нам ответят. У нас есть еще фиксированное выступление. Прошу большое. Мы должны еще закрыть конференцию. Дени Вадимович, все, я гибок, как никогда. Вот. Поэтому, собственно говоря, я спокойно могу завершить, тем более, что, в общем-то, Наталья мне помогла в плане возможных этих самых нюансов. Значит, что я хотел сказать, что мне кажется очень важным. Какое открытие я сам сделал, когда я готовился к, собственно говоря, сегодняшнему выступлению. Все очень просто. Открытие очень простое. Вы ждали этого. Я к этому и подводил, Евгений Вадимович. Достаточно долго, но подводил. Значит, открытие очень простое, что речь идет не о клинических рекомендациях в традиционном смысле слова. То есть, речь, скорее, идет о порядках и алгоритмах лечения. И вот всех тех приказов, которые я посмотрел, там упоминается про доказательность, но, тем не менее, определенный простор для того, чтобы мы имели свободу определенных действий, там дается. И поэтому здесь очень важно понимать, что мы пишем не то, что от нас вот эти апологеты клинических рекомендаций требуют. Это, конечно, очень опасная история, потому что это, собственно говоря, создает очень серьезные проблемы, которые нужно будет обходить, но обходить сообщество. Поэтому я призываю сообщество к тому, чтобы оно активно, как, собственно говоря, сегодня этот призыв был обозначен, активно включалось в работу над этими рекомендациями и в отношении того, чего мы хотим, потому что, слава Богу, что это теперь действительно отдано нашему обществу, и я думаю, что будет налажен механизм как раз и замечаний, и принятия этих замечаний, и соответствие рекомендаций тому, что, кстати говоря, и в приказах прописано. Вот. То есть там все достаточно четко и подробно. Просто у нас в каком-то смысле развязаны руки, но это вопрос нашей ответственности. А вот что реально как раз беспокоит, это проблема отсутствия психотерапевтической помощи надлежащего уровня в регионах и в Москве. И я думаю, что как раз есть нас слушают в регионах вот этот вот предмет для того, чтобы озаботиться развитием, по крайней мере, когнитивно-поведенческой терапии и подумать, как это сделать. Второй момент. Практически для нас очень важный. Это проблема, которую я поднимал, off-label, и в приказах есть уже эта информация, как решается ситуация, если препарат там не входит, его инструкция не включает показания, скажем, для детского возраста. Там упоминается про врачебную комиссию, и слава богу, что упоминается, что это как бы необходимо. Но проблема значительно сложнее, потому что юридически момент очень важный, связанная с тем, что здесь дело не только в том, что врачебная комиссия начальна, а что мы должны, по сути говоря, заново подписывать информированное согласие у ПЦН. Мы должны ему это все рассказывать, чего практически отсутствует. Ну и, собственно говоря, заключение того, что я говорил, мы можем сказать, что мы понимаем озабоченность Минздрава, и мы поддерживаем то, что в данном случае мы можем принять и одобрить этот как раз подход клинических рекомендаций, в доступном для нас ключе, для того, чтобы справиться с этой неразрешенной, на первый взгляд, задачей, которая перед нами стоит. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги регионы, я знаю, что нас и слушают, и смотрят. И Бехтеревский институт, профессор Макаров, Игорь Владимирович, Игорь Владимирович, выходите, пожалуйста, на связь с нами, подтвердите звук, и скажите, вы же тоже курируете по делам медицины, мы докладывали о вашем обучении медицинской консультации, как у вас идет работа с регионами по консультированию по детской психиатрии, с какими проблемами вы столкнулись, все-таки вы курируете 40 субъектов, и целый, с всеми разапладные директориологии. Один из ведущих специалистов Бехтеревского института, Игорь Владимирович Макаров, руководит отделом. Вы нас слышите хорошо? Глубокоуважаемый Евгений Вадимович, немного буду сипеть, прошу прости, всем Богом. Скажите, что звонка нету из Петербурга. Слышат они, да? Слышно, да? Немножко пока на уровне шепотной вещи. И, конечно, что, чем в Петербурге, потому что вы уже через общество провели, по-моему, представили первую рекомендацию по курсу отсталости. Каков ваш опыт в этой части? Глубокоуважаемый Евгений Вадимович, глубокоуважаемые коллеги, прошу простить, сел... ...готь, но, тем не менее, я с вами с удовольствием услышал все ваши доклады. Действительно, мы подали клинические рекомендации по умственной отсталости у детей. Вот сегодня смогли подать и по согласованию с профессором Шмуклером клинические рекомендации у взрослых. Я согласен со всеми выступавшими, сейчас и с удовольствием услышал, Петербург и Северо-Западный федеральный округ коснулись те же самые проблемы, о которых говорили вы, Евгений Вадимович, о которых говорила и Наталья Дмитриевна, и Евгений Владимирович Корень. Нас немножко удивляет и печалит, что американцы, если угодно, продавили европейским психиатрам свою классификацию. МКБ-11 будет напоминать ДСМ. Похоже, скоро мы будем жить в едином унифицированном мире классификации. Кстати, хотел коллегам напомнить, что в 99-м году, когда МКБ-10 вошла, в руководстве по ее использованию под редакцией Чуркина и Мартишова было написано, что она не подменяет и не заменяет отечественных классификаций. Были бы рады в Петербурге, если бы появилась или, если угодно, возродилась национальная классификация психических расстройств, в частности, детского возраста. Это было бы интересно, это ни в коей мере бы не противоречило международным классификациям, которые мы используем и которые применимы в России. Нас, конечно, также печалит, что детская психиатрия не появилась, как отдельная специальность, не была возрождена. Но эта тема неоднократно обсуждалась уже и с Евгением Вадимовичем, и в Минздраве. Увы, мы, как отдельные специалисты, не появимся, будут детские хирурги, другие специалисты, психиатры, детские не появляются, как отдельная специальность. Что нас еще тревожит? Мы не знаем, в итоге, будут ли приняты наши клинические рекомендации, имею в виду, написанные всеми нами, и здесь присутствующими тоже. Наверное, они не будут написаны по единому шаблону. Скажем, рекомендации по ОКР могут не совпадать по своему шаблону и структуре с рекомендациями по умственной отсталости. Рекомендации по шизофрении также могут быть несколько другими. Но, может быть, это и не так плохо, так как рекомендации, прежде всего, согласен с выступавшим Евгением Владимировичем, что они должны давать свободу врачу, психиатру детскому, определенного выбора. Рекомендации – это лишь вектор, но они не заменяют и не подменяют клиническое мышление доктора. Доктор не может стать компьютером, он должен мыслить самостоятельно. Рекомендации – лишь помощник. Что традиционно смущает Ленинградскую школу детской психиатрии? Это количество непрофессионалов, которые пришли в область детского аутизма, когда сейчас все желающие от нянечки в детском саду до журналистов бывших, жен бизнесменов, самих бизнесменов, кинокритиков и так далее сунулись диагностировать детский аутизм. И все являются специалистами в этой области, если угодно, диванными экспертами. Именно детских психиатров, профессионалов в этой области это стало смущать. Как с этим бороться, мы не знаем, но, видимо, просто отвечать за самого себя на своем рабочем месте. В целом, я еще раз хотел бы передать привет всем участникам конференции и поклон от руководства Национального медицинского центра имени Бехтерева и вообще детской психиатрии Северо-Западного федерального округа. Хочу для присутствующих в зале коллег и присутствующих по видеосвязи коллег сказать, что мы по согласованию с профессором Макушкиным подали статью в российский психиатрический журнал о состоянии службы детской психиатрии в Северо-Западном федеральном округе. И если она успешно пройдет рецензирование, то на страницах российского психиатрического журнала появится работа о том, как обстоит дело в Северо-Западном федеральном округе, в Петербурге в частности, с организацией помощи с эпидемиологией психических расстройств у детей. Что касается телемедицинских консультаций, у нас они развиваются достаточно успешно. Здесь присутствуют, просто не видно на экране, и руководители отделов телемедицины, консультирования телемедицинского. У нас довольно большое количество телемедицинских консультаций, в том числе детского возраста. Но проблемы те же самые, что были затронуты в последнем докладе, который сделал Евгений Владимирович. Поэтому это и проблемы детского аутизма, обсессивно-компульсивных расстройств и всех тех остальных заболеваний, которые были. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И также с некоторым скепсисом высказывался о гипердиагностике. Нам понравился ваш подход, что существуют диванные эксперты и что в Петербурге нянечки диагностируют. Мы еще настолько не продвинулись в плане диагностики, но вы, как всегда, впереди всех. Спасибо. Будем вас догонять. Не уходите со связи. Мы сейчас потихоньку будем завершать нашу профильную комиссию и в том числе, и, наверное, закрывать конференцию. Такой вопрос. Регионы, кто подключился? Я не вижу по селектору. Кто-то желает выступить, чтобы не было не выступивших регионов? Возможно, подключились Тула, Тюмень, Уфа. Какие регионы? Если желают, включайтесь, пожалуйста. Может быть, вы дополните немножко профильную комиссию своей позиции? Спасибо большое. И, коллеги, тогда давайте мы скажу по комиссии, что, с одной стороны, на правах председателя очертил проблемы. Четкие нормативные подходы, вектор, компас нам показала направление Наталья Дмитриевна. Евгений Владимирович немножко нас опять смутил, потому что он перечислил все проблемы, которые существуют в мировой детской практике. Это так, и эти проблемы существуют. У нас мы их чувствуем, и в мировом сообществе они существуют. Но мы вынуждены идти и двигаться в этих направлениях. Что я хочу сказать? При кадровом дефиците, при том, что возложено определенное ответственность на общество. Бехтерский институт с нами, и мы. У нас такой же дефицит кадров готовить клинические рекомендации. Клин реки, их называют в Минздраве. Вот такой вот слен есть, Клин реки. Так вот, по Клин рекам в зале присутствуют профессора, руководители кадров, ведущие специалисты Сибири, Дальнего Востока, я не буду города называть. Возможно, кто-то из вас готов взяться за клиническую рекомендацию по той или иной нозологии. Пожалуйста, дайте предложение, установите контакт с надавием Дмитриевым Бубреевой, внесите предложение, что тот или иной коллектив возможно Валентина Анатольевна Макашова, возможно профессор Злоказова Киров, почему бы нет? Возможно Челябинск, мощный коллектив катеттральный, возможно возьмутся. Потому что нам нужны клинические рекомендации, которые соответствуют и мировой практике, и стандартам, и требованиям, задачам, условиям Минздрава. Коллеги, было заявлено несколько выступающих в приемных, но мы исчерпали рекламу, и мы исчерпали уже, в общем-то, наш телемост, не закрывая конференцию. Я прошу по итогам работы конференции выступить профессора Положева, который еще и занимается всегда организацией национальных конгрессов, а теперь он возглавляет подростковый, федеральный, национальный, сольцедологический кризисный центр, профессора Маринина и профессора Злоказова. И я еще два слова, и мы закрываем конференцию. Давайте уложимся в 10 минут. Регионы, спасибо, что слушаете, через 10 минут мы прекратим наш с вами телемост. Спасибо еще раз, что Петербург дал уточнение и вносит новые клинические рекомендации. Мы уточним, будем сравнивать, как мы разрабатываем. Я хочу сказать, что работа у нас идет сложная и очень туго. Из-за разноплановости, из-за подготовки специалистов, из-за нехватки научного потенциала, а практику писать клинические рекомендации, коллеги, вот нужно сопровождение кафедры, это должно быть совместно, это должен быть научно-практический союз. Придор Сергеевич, два слова, пожалуйста, не нужно все четко, в больших объемах, мы просто подводим итоги конференции. Я считаю, классик нашей отечественной психиатрии, Мадес Михалыч Иванов, с которым мы очень тесно и с большим удовольствием контактировали, он говорил замечательную фразу «Психиатры мутизмом не страдают». Мутизмом не страдают еще... Он еще всегда просил лапидарно, лапидарно. Да, поэтому позвольте, я не буду расширенно как-то подводить итоги секции по суицидологии, а только предложение в резолюции озвучу. Нет, давайте так, Борис Ильич, не надо предложения, мы договаривались поселиться. Хорошо. Организована работа, Горкомитет передает, у нас есть ответственная секция, даже вот сегодняшняя профильная комиссия, мы туда передаем предложение. Просто общее впечатление конференции, поскольку все-таки вы большой взрослый психиатр, социолог, комиссия, и теперь еще и подростковый социологический центр. Уважаемый Евгений Вадимович, уважаемые коллеги, я думаю, что я не буду оригинален по ценке конференции, она удалась, это вне всякого сомнения, и удалась в значительной степени не только тем, кто ее готовил и как, но удалась тем, кто приехал к нам. Какой интерес они проявляли ко всем вопросам. И вот сегодня даже вообще этого эффекта конференции традиционного, когда, так сказать, с большим ускорением идет снижение участников от заседания к заседанию, тут этого сказать нельзя. Поэтому я хотел бы от себя как председателя секции поблагодарить за такую работу, ну и, конечно же, все-таки и тех, кто ее организовывал. Большая очень была сведена работа и в сжатые сроки мы сумели осветить, наверное, самые болевые точки. А наша задача была, как говорится, не только рекламировать свои достижения, а это тоже было, вот в частности по суицидологии, несколько регионов представили оригинальные собственные программы, которые отличаются друг от друга, но каждая из них очень интересна и результативна. поэтому спасибо большое, я считаю, что все прошло на высоком уровне. спасибо. Профессор Владимир Владимирович, Кировский университет. Вы подскажете, беремся за вот такие клинические рекомендации. У меня попало. Уважаемые коллеги, конференция, конечно, была совершенно замечательная. Хотелось бы еще один день, потому что сегодняшний день еще очень напряженный и хотелось бы большего обсуждения. Но в целом по нашей секции у нас, наверное, была такая самая сложная в плане выдвижения различных проблем детской психиатрии секция, такая спорная, дискуссионная. Однако, в общем-то, в плане межведомственных направлений в детской психиатрии опять-таки мы услышали очень интересные примеры оказания психиатрической помощи в тесном контакте с образовательными учреждениями, с учреждениями соцзащиты, с министерствами. Конечно, опыт совершенно уникальный и Нижнего Новгорода по профилактике инвалидности у детей. Очень интересный опыт Оренбурга в плане создания психологического центра, где работают клинические психологи в плане того, чтобы тоже раньше выявлять детей с психическими расстройствами подростков и направлять к психиатру. Очень интересная система сопровождения из Нижнего Новгорода доклада Елены Дмитриевны Башковой. Когда психологи провели пилотное исследование эффективности сопровождения клиническими психологами учащихся начальной школы, без сомнения все это дает свои результаты. Система психопрофилактики, которую нам доложила Виктория Андреевна Дусарова, Броненицы, Московская область. Все доклады по-своему очень интересны. Конечно, Раевская Лариса Георгиевна тоже у нее всегда очень масштабный по ПФО доклад, потому что можно делать с детьми с расстройством поведения. И, конечно, Анатолий Алексеевич выделил массу проблем, которые все мы с вами знаем. И знаем то, что, к сожалению, специальность детская психиатрия не будет введена, потому что это невозможно вводить даже просто кадровые птицы. К сожалению, мы об этом уже давно с вами говорили. У нас президент, поэтому он традиционно так выступает. Это мы знаем. Он где-то прав, я его понимаю. Да, да, понять можно, но и в условиях того, что у нас области на севере, вообще, дай бог, если взрослый психиатр будет смотреть, как сегодня даже неоднократно говорилось, это уже хорошо. Спасибо. Спасибо большое организаторам. Получила много новых идей, которые надо осмысливать, что-то, наверное, внедрять в себя. Спасибо. Профессор Малинина, Челябинск. Я смотрю, регионы отключаются. Коллеги, спасибо за телесвязь, ВЦРК защита, спасибо. У нас идет закрытие конференции, профильная комиссия заявлена, все, мы не можем вот этот лимит исчерпывать. Спасибо, отключаемся, мы уходим. Регионы, до свидания, всего доброго. Доброго вечера, хороших выходных. Спасибо. Продолжение следует...